Де-факто на телеканале Беларусь 4 события и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Проигрался и пошел на преступление. Гомельчанин взломал платежный терминал и вынес всю наличность. Вернулись в храм. Правоохранители возвратили Гомельской епархии старинные иконы, которые около двух месяцев назад были украдены в Добружском районе. Как соблюдается пожарная безопасность в общежитиях, совместный рейд МЧС и наших корреспондентов. Десятки потерпевших и тысячи украденных рублей. Как гомельчане стали жертвами телефонных мошенников. Репортаж Вероники Гомзюковой. О преступлениях в интернете и противодействии аферистам поговорим с экспертом. И начнем, как обычно, с дайджеста новостей о происшествии Гомельской области за неделю. Гомельчанин сделал ставку в букмекерской конторе посредством платежного терминала, позже взломал его и украл всю наличность. 15 ноября рано утром директор Гомельской организации, в пользовании которой находится платежный терминал, расположенный на фасадной части здания продовольственного магазина по улице Давыдовской, позвонил в милицию и сообщил о взломе купюроприемника. Оказалось, всю наличность забрал 37-летний мужчина, который накануне сделал посредством терминала ставку, но проиграл свои деньги. Виновник задержан. Возбуждено уголовное дело. В Гомеле в результате ДТП пострадали две несовершеннолетние жительницы. Накануне утром на улице Пенискова 41-летний водитель Ситроена, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, не пропустил двоих обозначенных фликерами шестилетних девочек-пешеходов. Обе госпитализированы. В Гомеле нетрезвая женщина-водитель совершила ДТП и попыталась скрыться. Водитель Хёнда зацепила припаркованный автомобиль, после чего попыталась уехать, но врезалась в столб на перекрестке улиц Каменщикова и Кленковской. Когда на место происшествия приехали сотрудники ГАИ, женщина не отрицала своей вины в случившемся. В ДТП она получила незначительные травмы. В Гомеле разбили стену офиса службы такси и украли сейф, установленный в личности мужчин, которые могли быть к этому причастны. Ими оказались жители областного центра 37 и 39 лет. Один из них неоднократно судим, а ранее пытался устроиться в эту фирму водителем. По месту жительства мужчин обнаружены часть похищенных денег и ноутбук. Также правоохранители нашли взломанный сейф, который подозреваемые выбросили в один из водоемов Ветковского района. Правоохранители вернули Гомельской епархии старинные иконы, которые около двух месяцев назад были украдены из храма в Добружском районе. Лики святых передали в руки архиепископу Гомельскому и Жлобинскому Стефану. Иконы святителя Николая Чудотворец и скоропослушница 18 и конца 19 века были украдены из церкви деревни Дубровка Добружского района в ночь на 25 сентября. Злоумышленник взломал в двери храма замок. Похищенные иконы он спрятал на кладбище и ожидал такси, но уехать так и не успел. Из авто вышли оперативники. 25 тонн зерна без документов пытались перевезти из России, но гомельские таможенники пресекли незаконное действие. Факт выявили при проведении специального мероприятия вблизи государственной границы с Российской Федерацией. Сотрудники таможни остановили для проверки грузовой автомобиль Мерседес. В его прицепе находилось 25 тонн пшеницы. Водитель не смог предоставить весь пакет документов на перевозимый товар. В частности, отсутствовал фитосанитарный сертификат. Гомельская таможня начала административный процесс. Соблюдение правил пожарной безопасности в общежитиях всегда стоит на особом контроле в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Связано это с тем, что в случае возникновения пожара может сразу пострадать большое количество людей. Несмотря на это, некоторые предприятия и организации, в ведении которых имеются общежития, в силу экономических трудностей отодвигают безопасность своих сотрудников на второй план. В ситуации разбирались наши корреспонденты. За последние пять лет на территории Гомельской области в общежитиях произошло 11 пожаров. Возгорания фиксировались в Добружском, Светлогорском, Мозырском, Петриковском и Жлобинском районах. В областном центре общежития горели пять раз. Причины из года в год, как правило, одни и те же. Основная причина возникновения пожара в общежитиях студенческого типа является нарушение правил эксплуатации электрооборудования либо аварийный его режим работы. В общежитиях семейного типа основная причина возникновения пожара является, как правило, занесенный источник зажигания, связанный с курением. По мнению инспекторов Государственного пожарного надзора, основными условиями, ведущими к возникновению подобных чрезвычайных ситуаций, явились пренебрежения правилами пожарной безопасности жильцами общежитий и отсутствие системы обучения со стороны должностных лиц предприятий и организаций. Кроме этого, выявленные инспекторами в отдельных общежитиях нарушения повторяются из года в год и не устраняются. МЧС постоянно проводит профилактические акции, стараясь по максимуму привить жильцам понимание необходимости к соблюдению правил пожарной безопасности. Данные мероприятия проводятся регулярно. Они очень интересны студентам, проходят в различных формах игровых, интерактивных, обучающих. Но если студентов, проживающих в общежитиях, можно обучить в стенах «Альма-Матер», то с работниками предприятий все гораздо сложнее. С ними чаще всего профилактика проводится по месту жительства. Скажите, пожалуйста, нас интересуют, прежде всего, вопросы. Знаете ли вы, как действует случай возникновения пожара? Ну-ка, по какому телефону будем звонить, выходить? А то, что рядом люди, соседи? А? 101. 101, хорошо. Вы проживаете в доме с супругой? Да. Извещатель есть у вас? Работает? Можно вам работоспособность? Извещатель оказался нерабочим. В нем отсутствовала батарейка. Цена вопроса меньше двух рублей. А ведь АПИ спас уже не одну тысячу жизней по всей стране. Пожарная сигнализация в этом общежитии отсутствует. Так же, как и вахтер. Подавляющее количество огнетушителей просрочено. Пожарные краны укомплектованы на скорую руку. На каждом этаже стоят пепельницы. Хотя курение в общежитии строго запрещено. Руководству Гомель Промстроя, в ведении которого находится общежитие, известно о проблеме, однако решать ее не спешат. Но, к счастью, таких общежитий в области единицы. В абсолютном большинстве основные мероприятия по пожарной безопасности в общежитиях выполнены. Несмотря на, может быть, на какие-то определенные сложности финансовые, руководством предприятия оказывается должное внимание по обеспечению пожарной безопасности. Ну, в частности, все общежития ООО «Гумсельмаши», их всего четыре общежития, в полной мере оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре. На сегодняшний день все эти установки пожарной автоматики находятся в технически исправном состоянии. В данном общежитии установлены жесткие противопожарные требования. Перед заселением проводится инструктаж. В комнатах нельзя пользоваться электронагревательными приборами для приготовления пищи. Чтобы обеспечить бытовой комфорт, на общих кухнях установлены плиты. Здесь же находятся и первичные средства пожаротушения. Пожарные краны и шкафы с необходимым набором оборудования есть и в других местах. В полном порядке автоматическая пожарная сигнализация. И вахтер при проверке алгоритма действий в случае пожара показала, что способна выполнить свои обязанности на отлично. Хотелось бы, чтобы такая организация безопасности являлась нормой для всех. На Гомельщине втрое выросло число хищений при помощи компьютерной техники. За январь-октябрь 2019 года 930 преступлений против 305 за этот же период прошлого года. Больше всего преступлений зарегистрировано в Гомеле 491. Статистика пополняется. О новых видах махинаций в сфере интернета и способах защиты от них расскажет Вероника Гомзюкова. Во время больших ноябрьских выходных местные следователи возбудили ряд уголовных дел. Неизвестные звонили гомельчанам и представлялись работниками одного из банков страны. Затем сообщали историю, что якобы на имя пострадавших оформляют кредит, либо пытаются списать с их карты деньги. Для сохранения финансов запрашивали данные банковской карты, номер, срок действия и трехзначный CSV-код, а также личный номер паспорта, чтобы перевезти их в сейфовую ячейку банка. Мол, так безопаснее. В результате доверительной беседы люди лишались своих сбережений. Вечером позвонил, представился сотрудником банка. Мужчина, очень приятный голос. И говорит, подтвердите, пожалуйста, данные на вашу заявку. Кредит на 5000 белорусских рублей. Спросил всю ту же информацию, что и в колл-центре оператор выясняет. Единственная разница у них была. Мошенник спросил личный номер паспорта. Но это уже потом я выяснила, кто что, какую информацию выясняет. В результате с карты списалось в три этапа 1780 белорусских рублей. Девушка отмечает, что во время общения с похитителями у нее даже не возникло подозрений. В конце беседы мошенники сказали, что сбросят смс-кай, логин и пароль до новый счет в течение 10 минут. Но по прошествии времени ничего не пришло. И только тогда гомельчанка позвонила в банк. По ее словам, оператор спустил ее с небес на землю. Это были мошенники. Звоните в милицию. Екатерина написала заявление. Сейчас она надеется вернуть свои средства. Сами понимаете, просто так ущерб не возмещается ни от того, ни сего. Когда установлено лицо, установлены все обстоятельства, правоохранительные органы направляют материалы, судебные органы. И там принимается решение. Вообще по законодательству возмещение ущерба возлагается на то лицо, которое причинило. Или юридическое, или физическое. А вот когда именно все эти действия совершены, тогда и принимается решение. Но если проще сказать, кто совершил деяние, тот и возмещает ущерб. Это один из распространенных методов снятия денег мошенниками с карточек клиентов. Второй метод – это когда при помощи методов социальной инженерии клиенты выдают мошенникам смс-коды, которые им приходят из банка на их мобильный телефон. При помощи этих кодов мошенники заходят в интернет-банкинг нашего клиента, систему дистанционного банковского обслуживания. И уже потом от имени клиента тоже производят переводы денежных средств и снимают практически все деньги с карточек. Что касается телефонных номеров, с которых звонят мошенники, то есть два варианта. Например, когда номер представляет собой набор ничего не значащих цифр. В этом случае можно даже определить, что это нелегальный звонок. Либо мошенники пользуются специализированными компьютерными программами, которые эмулируют номера, и у клиента может высветиться даже номер тот, который указан на сайте банка. То есть, как бы, ничего не подозревающий клиент может попасться на подобную уловку. За последние три года рост киберпреступлений очевиден. Если в 2017 году по Беларуси зафиксировано более 3000 преступлений, то в 2018 уже свыше 4700. Что касается Гомельской области, то уже за 10 месяцев этого года совершено 930 преступлений против 563 преступлений за весь 2018 год. Наиболее распространенные киберпреступления – это хищение путем использования компьютерной техники, несанкционированный доступ к компьютерной информации и компьютерный саботаж. Расширение количества пользователей в сети интернет, а также различных приложений. Это электронные кошельки, разные сервисы по переводу с карточки на карточку и всему тому подобное. В настоящее время управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области разрабатывается ряд мер, направленных на активизацию работы всех субъектов профилактики, усилия которых, по нашему мнению, должны в первую очередь быть сконцентрированы на информировании всех слоев граждан о негативных последствиях и возможных рисках предоставления персональных данных третьим лицам. К слову, сейчас по всему миру действуют разные хакерские площадки. На таких ресурсах мошенники обмениваются вредоносным программным обеспечением. Деятельность одного из таких сайтов сотрудники МВД и Следственного комитета остановили в августе этого года. Интернет-площадка насчитывала более 28 тысяч активных подписчиков. Каждый день на ней размещались советы для взлома различных компьютерных систем. Выкладывались платные и бесплатные программы для этих целей. Троянки, логеры, стилеры и ратники, вредоносные ПО. Вирусы предназначались для взлома компьютерных систем, скрытого заражения компьютеров, как обычных пользователей, так и предприятий, получение удаленного доступа, а также похищение конфиденциальной информации и списание средств с банковской карточки. Знакомы для белорусских оперативников и программы-шифровальщики. Чаще всего их присылают по почте. Человек открывает письмо, и вирус попадает в сеть и шифрует данные. Чтобы убрать вирус, злоумышленники просят выкуп. Что касается банковских карточек, то здесь все проще. Не давайте кому-либо личную информацию. Если что-то нужно узнать у клиента, работники банка пригласят вас на личный прием, где и уточнят всю необходимую информацию. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, Павел Антонов. Специально для программы «Де-факто». О том, удается ли правоохранителям находить кибермошенников, а также можно ли противостоять преступности в интернете и как не стать жертвой телефонного развода аферистов. Прямо сейчас в этой студии поговорим с временно исполняющим обязанности начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий управления внутренних дел Гомельского обл. сполкома, подполковником милиции Вадимом Борсуком. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. О чем говорит статистика последних пяти лет по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий и какова динамика за последние два года? Анализируя динамику совершенных преступлений по направлению деятельности за последних пять лет, можно отметить, что начиная с 2015 по 2017 год как таковой динамики не прослеживается, то есть стабильная обстановка на территории региона, порядка 300 преступлений. В 2018 году данный показатель незначительно увеличился, порядка на 100 преступлений. В настоящий момент мы видим резкое увеличение зарегистрированных преступлений по направлению деятельности, практически в три раза. По какому направлению? Вот давайте остановимся на этом пункте. Значит, большая часть из возбуждаемых уголовных дел по направлению хищений путем использования компьютерной техники. А именно? А именно хищение денежных средств с счетов потерпевших. То есть это то, о чем мы видели информацию в сюжете, когда людям звонят на мобильный телефон и говорят, что с вашей карты пытаются взять кредит, там на какую-то семизначную сумму люди пугаются, ну а дальше уже путем таких нехитрых манипуляций узнают все данные владельца карты. Совершенно верно, Александр. Ну данная схема для нашего региона характерна на протяжении последних около полтора-двух месяцев. Тем не менее, она очень актуальна. То есть два месяца, как вот такая схема обкатывается у нас, я так понимаю, в регионе и в стране? Совершенно верно. В стране, может где-то по Минской области, она началась немного ранее, к нам массово пришла настоящее время. Как вы думаете, почему так произошло? Вот, скажем так, вина в этом держателей банковских карт, что их, скажем так, обманули, да, мягко говоря, либо все-таки здесь может быть налицо, скажем так, послабление систем безопасности этих же банков и так далее, может быть, какие-то хакерские атаки? Ну здесь можно с уверенностью сказать, что наши граждане, как и наше общество, регионы, республики в целом в настоящее время не готовы к массовому использованию безналичных платежей, не готовы в плане того, что люди не осведомлены о всех последствиях возможных, которые наступают в связи с тем, что им доверено такое действие, как безналичные платежи. Не под каким предлогом передавать третьим лицам, кем бы они ни представлялись, сведения о своем личном номере паспорта, о своем номере банковской карте, о сроке ее действия, о ЦВВ-кодике, который, значит, изображен на тыльной стороне карты, а также о содержании СМС-сообщений, поступающих от банковских удовереждений. Данные сведения ни в каком виде нельзя никому, ни под каким предлогом передавать. Мошенники очень виртуозно пользуются языковыми навыками и приемами. Я знаю, что среди потерпевших даже есть работница банка, которая тоже, ну вот, скажем так, не увидела обман в том, что ей сообщали по телефону. Да, совершенно верно. Мошенники очень обучены методам социальной инженерии, методам психологии. Значит, первоначальные сведения о последующем потерпевшем, они получают с использованием открытых источников сети интернет. То есть большинство телезрителей является пользователем социальных сетей. Нередко в этих социальных сетях они указывают все данные о себе, необходимые для того, чтобы потом с ним работать злоумышленником. А это именно полностью свои фамилии, имя, отчество. В некоторых случаях полную дату рождения, контактный телефон в открытом виде. То есть этого уже достаточно для того, чтобы мошеннику начать работать с этим человеком. Далее он изучает переписку друзей, возможно, где-то принадлежность к какому-то банку. Вот не исключено, что в каком-то, может, виде получает информацию о содержании переписки в электронном ящике. А переписка себе хранит, как правило, уведомления из банков, со сведения о счетах, сведения о обслуживании в определенных банках. Вот этих сведений, собранных о человеке, им достаточно для того, чтобы в дальнейшем подключать психологов, которые работают, строя свою работу на принципах 10 «да». То есть с человеком общаются, говорят ему 10 каких-то его, значит, общеизвестных о нем сведений. И когда человек 10 раз отвечает «да», то есть говорит, что это все верно... Дальше он продолжает отвечать «да» на интересующие вопросы. Совершенно верно. Отвечает «да» и предоставляет те сведения, которые необходимы злоумышленнику. В век прогрессивного развития кибертехнологий каждый должен знать о мерах безопасности. Как не стать в жертву телефонных аферистов и интернет-мошенников, мы поинтересовались у гомельчан. Внимание на экран. Если ты знаешь, что ты не брал никаких кредитов, то все эти сказки, ну, все же эти схемы уже на слуху. И они давно на слуху. Поэтому, я думаю, не надо быть таким наивным. Может быть, пароли менять, там, карточек. В конце концов, сами карточки менять. Ну, первые денег на карточке нет. Почти никогда. Пенсию получаем и сразу все снимаем. А во-вторых, ну, я даже не представляю, что. Наверное, в банк звонит, что-то еще делаю. И если кто-то будет обращаться и спрашивать мои личные данные, то я, естественно, никому не сообщаю. Ну, на мой взгляд, как защититься, мне кажется, что не надо давать номера как своего домашнего телефона, так и мобильного. Не давать никаких документов, так сказать. И стараться все-таки проверять, достоверно или нет. Если это касается банков, надо самому связаться с банком, спросить, что это правда или нет, что какой-то счет там надо проверить и прочее. Ну, у меня, допустим, вот в приложении, ну, в смартфонах есть вторая, там, допустим, двойная защита называется. То есть, даже в интернете, когда я вхожу, у меня везде все блокируется, ну, личные данные нигде не появляются, потому что защита такая. Новая технология, так сказать. Вот и все. Вот такие мнения, как вам осведомленность о жителе города Гомеля? Ну, это еще один раз подтверждает то, что наиболее подвержены данным преступным посягательством люди в возрасте от 30 до 45 лет, которые имеют стабильный достаток, средний доход, у которых значительная часть времени свободного проходит на работе, которым некогда интересоваться телепередачами, некогда что-то где-то читать. Они не получают эту информацию об этих схемах. Скажите, есть ли шанс, что тем людям, которые, ну, скажем так, терпят убытки от рук аферистов, от их действий, вернут представителей банков средства на их карточета? Совершенно верно. Банк, как правило, рассматривает заявления и обращения граждан и принимает решения объективные. Но для этого, уважаемые зрители, необходимо, в первую очередь, как вам поступили такие звонки, значит, связаться с банком, если вы видите, что деньги все-таки пропали, связаться с банковским учреждением незамедлительно по телефонам, указанным на контактном сайте соответствующая банка, либо на тыльной стороне вашей карты, для блокировки карты и для блокировки банковского счета, дабы пресечь противоправные действия злоумышленникам. В дальнейшем необходимо обратиться с письменным заявлением в банк по поводу оспариваемых конкретных операций, истребовать у банка выписку, и с этой выпиской по счету, отражающей оспариваемые операции, обратиться в правоохранительные органы. На каком основании банк вправе принять решение о возврате денежных средств? Как правило, банк проводит свою проверку, которая длится, может, значительное время, параллельно проводит проверку органов внутренних дел, и если не подтверждаются те моменты, что сам непосредственно причастен потерпевший к данной ситуации, то, как правило, банк денежные средства возвращает. Но однако там в договоре с гражданином ему разъясняется, что он не вправе сообщать третьим лицам свои личные данные о счете и данные, которые позволяют пользоваться данным счетом. Поэтому в связи с этим, так как граждане эти данные сообщают добровольно, то здесь решение банка может быть не всегда благоприятным в сторону гражданина. Удается ли правоохранителям сегодня находить концы? То есть кто стоит за этими обманными действиями в интернете? Мы работаем в этом направлении постоянно, и несмотря на то, что злоумышленники очень обучены в этом смысле, владеют правилами анонимного поведения в сети интернет, пытаются скрыть свои следы. Однако сеть интернет – это такая всемирная глобальная паутина, которая не всегда позволяет удалить полностью следы своих противоправных действий. Благодаря этому на территории республики уже задержаны группы преступников, действующих по данной схеме. Недавно такое задержание было на территории одного из областных центров. Ну и, скажем так, в нашем отделе есть определенные тоже наработки. И хочу обратиться к тем людям, которые этим все-таки по настоящее время занимаются. Хочу предупредить о том, что занимавшись данным противоправным деянием, можно получить наказание в виде лишения свободы до 12 лет тюрьмы. Вадим Владимирович, я благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо, Александр. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, которые попали в объективы камер мобильных телефонов, видеорегистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. В Бразилии на одной из горных дорог перевернулся бензовоз. Водитель не справился с управлением на закруглении трассы и врезался в попутный автомобиль, отчего тот вылетел навстречу, а грузовик опрокинулся на бок. Легковушка перегородила дорогу автомобилям, которые двигались в противоположном направлении. Из них стали выходить люди, и именно в этот момент произошла вспышка топлива. Оно разлилось вдоль обочины дороги и на склоне горы среди деревьев. Люди стали спешно покидать машины и бежать с места ЧП. Сообщается, что водитель и пассажиры иномарки, которая столкнулась с грузовиком, выжили, а вот водитель бензовоза погиб. В Тюмени часть улицы неожиданно превратилась в яму с кипятком. Провалился асфальт и образовался кипящий бассейн. По чистой случайности в момент обвала на этом участке дороги не оказалось автомобилей. Водители стали объезжать яму с кипящей водой по соседней полосе. Предположительно, ЧП могло произойти из-за порыва теплотрассы. В результате чего произошло подмывание грунта. Заснул за рулем и отнял у людей жизни. В Мексике водитель, уходя от столкновения, выехал за разделительное ограждение и врезался во встречный автомобиль. Тот от удара разорвало на части. А машина виновника аварии, наоборот, сильно не пострадала. Водитель и пассажир, которые в ней находились, выжили и сразу после ДТП бросились в бега. А вот водитель и пассажир красного авто погибли на месте. Позже полиция нашла в машине виновника аварии алкогольные напитки. Где-то в порту грузовик, который выезжал с судна на набережную, плавно уходит под воду. Что-то пошло не так при съезде многотонного автомобиля. Водитель успел выпрыгнуть из кабины в море, а его машина пошла ко дну. В тот момент невозможно было что-то предпринять. Рабочим оставалось только развести руками. В Будапеште трамвай и легковушка проскочили на запрещающий сигнал светофора и попали в ДТП. Водитель Ситроэна начал движение на мигающий красный, а вагоновожатый решил проскочить переезд на завершающийся зеленый. В итоге трамвай подмял под себя легковушку, протащил ее вдоль путей несколько метров и та снесла светофор. Водитель Ситроэна был доставлен в больницу. Видео из Латинской Америки. Армейский танк на полной скорости врезался в торговый павильон. Машину занесло на повороте и водитель потерял управление. Танк пробил придорожный киоск насквозь, а пострадавших не сообщается. В Бразилии, в городе Кампинас, танцоры провалились под сцену, начав радостно прыгать после успешного выступления. Участники танцевальной постановки прижались друг к другу и образовали плотное кольцо, а потом ритмично стали скакать по полу. В итоге конструкция сцены не выдержала такой нагрузки и проломилась прямо под ногами участников шоу. Несколько человек упали вниз и получили травмы. Специальная комиссия сейчас расследует инцидент. На сегодня все. Следите за происшествиями Гомельского региона вместе с Дефакто. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова